Как поступают в втором позначении величайших святынь православия монастырем Хора? Посмотрите, покажите нам там, где показана мозаика до того и после того, как она забита гипсокордоном. Покажите. А потом покажите нам разрушенные христианские храмы. Потом покажите нам храм Святой Софии, которым пока шторочкой, а потом так же, как Хора, забьют гипсокордоном. Что после этого будет? Не надо, да, быть специалистом по реставрации и понимать это. Вот, видите, да? Слева это храм, извините, монастырь Хора до того, а вот справа после такой реставрации господина Эртогана, его то ли реставратор, то ли бог знает кого. Как вам это нравится? Это вот храмы христианские. Да, вот так, да, вот так. Тысячелетиями там были. Вот, вот, вот. Это все в Турции. Вот, вот, видите? Это точно греко-православные храмы, армянские храмы, ассирийские храмы. Ну, христианские, скажем, свыше пяти тысяч в таком состоянии. Вот это греко-православный храм. Как вам это? Смотрите, смотрите. Пусть смотрят. Ну, еще хоть стоят, астовы какой-то есть. Все на овчарне не разобрали. Ну, я думаю, достаточно все понятно. Как вам это? Это кто будет защищать? Защитники у христиан есть? У православных защитники есть? И почему у нас их нету? Или нам это безразлично, что ли? У нас, наконец, кто-то возьмет на себя защиту всего этого. И не предъявит претензий к господину Эртагану. Я такое безобразие не видел ни одной стране Ближнего Востока. Ни в Сирии, ни в Ливане, нигде нету. Никогда арабы не издевались над христианскими ценностями. Всякое было, всякое. Я не видел это ни в Иране. Не видел. В Иране, вообще-то, есть, значит, монастырь, кстати, он армянский монастырь, но там похоронены, значит, опрах апостола Фадея. Напомню, апостолы Господа нашего Иисуса Христа, апостолы Фадея и Фарфоломей крестили огромную территорию. Когда говорят, что там Георгий, значит, Партеф был, значит, крестил Армению. Нет, Георгий Партеф в 301 году сделал христианское первое в мире в Армению как государственную религию. А вот задолго до него два апостола Господа нашего Иисуса Христа, два сподвижника Господа нашего, в Арфоломе и Фадея крестили. И вот там, на территории Ирана, значит, находится вот это, значит, место, значит, прах, где находятся святые мощи. Вы посмотрите, как иранские власти содержат все это. Вы посмотрите, как иранские власти относятся к христианским общинам. Я уж не говорю о квоте в Ирландском парламенте, о сирийцах, армянах и так далее. И, кстати, иудеев, гебров, огнеполковников. Нет, я об этом уж так умалчиваю. Мы говорим сейчас о религиозных местах. Вы посмотрите, как к хорамам относились в Сирии до начала войны. В Ливане, в Египте, при всем том, что там периодически бывают всякие эксцессы. То есть сейчас Фатахасист задушил этих братьев-мусульман. Кстати, это та же партия, что и власти в Турции. Господин Артаган, братья-мусульмане, партия справедливости. Когда защитников-то у нас найдутся? У христиан, у православных в частности? Сколько мы можем терпеть это унижение? А, да, я и забыл. Мы же говорим, наши большие чиновники, в том числе те, которые спящие и прочие дипломаты, некоторые иногда просыпаются и говорят, это их внутреннее дело. Субтитры создавал DimaTorzok